Вау! Прям никого кроме Тубивана нету на этой трансляции. Друзья, привет всем! Давно, давно не виделись с вами, давно я не комментировал турнирные игры по доте, естественно, повторю, да вообще в целом ничего такого турнирного, киберспортивного не комментировал. Вот только паблик этот, жалкий паблик, криворукий, инвалиды не сдаются, конечно, стараемся мы играть, но в любом случае турнирный матч посмотреть, конечно же, интереснее. Тем более, когда играет Team Empire. Empire команда хорошая, на мой взгляд, ну и, конечно, сложно говорить, борются они с Na'Vi, стараются, иногда получается выиграть, иногда не получается. Но все-таки, судя по последнему StarLadder, немножечко Empire еще надо поработать над собой, поработать над своей игрой, чтобы стать действительно лучшими в СНГ и вообще, может быть, даже в мире. Ну, правильно, правильно, я соглашусь с Вилатом, который говорил то, что Empire это одна из вот очень немногих команд, Empire одна из очень немногих команд, которая способна оказать борьбу Na'Vi. Ну, что мы там все про Na'Vi, да про Na'Vi. У нас Defense, у нас конец 2012 года, возможно, это даже последний матч, который я в этом году постримлю. У меня шампанское тут есть недалеко в холодильнике, если Empire выиграет, могу хоть открыть, но на самом деле мне еще за продуктами ехать на автомобиле не хотелось бы, чтобы там прав лишили. Вот, поэтому, поэтому лучше этого не делать. Все как всегда, минералочка завтра, все будет завтра. Так, чаты надо открыть, чаты открыть, там стрим-то хоть работает, ну, вроде и народ пошел какой-то, и стрим работает, ну, и славно. Привет, да, привет всем. Пики, пики. Вот, что мне нравится, это то, что в последнее время начали как-то Никса использовать. Это вроде бы особо так супер, ну, нет, даже сложно сказать. Ну, в общем, китайцы, китайцы ввели эту моду, мне говорил один знающий человек, что вот там во времена, так сказать, ну, не так давно, да, где-то, может быть, месяц-два назад, то там Старладдер, да, начался, и там, как бы, редко там Никса использовали. Потом лично я впервые увидел такое вот популярный такой пик в исполнении команды Пупея, да, когда он там брал его прям вот, прям есть и берет, и там есть там, например, и ТХД, есть и Магнус, он берет этого Никса, и ему и Пупея вообще на все просто пофиг. И оказалось, что это действительно очень-очень хороший герой, но не Европа, не Европа, насколько мне известно, начала использовать Никса, а китайцы, китайцы, может быть, G-Liga, может быть, что-то еще, может быть, G-Liga тогда не началась. Просто от кого-то я услышал, что китайцы, просто это первый пик, первый бан у них, да, вот в европейской доте как было, Бэтрайдер или Магнус, да, сейчас же вот Никс. Ну, в принципе, мало что изменилось, да, вот только Никса добавили, и вот абсолютно стандартный бан вообще от двух команд, Undying, Бэтрайдер, HWA, но у них такое длинное название, поэтому я их, наверное, буду просто называть Radiant или Dyer, в данном случае они за Dyer играют. Ну, а имперцы, Магнус и Никса банят. Берут Виспа, ответят на это, ну, или, не знаю, Kingston, может быть, команда их тоже можно по спонсору называть. Могут специально забрать, например, Хаос Найта, то есть почему бы и нет, но я думаю, то, что Габлак нацелен как раз-таки на то, чтобы взять Хаос Найта в свой пик, это будет такое очень... А, ну, ТХД вообще, вообще, может быть, ТХД часто берут, часто берут. Так, я тут, кстати говоря, купил тикеты-то для Diffense, они же там по два продаются, я там грозился на трансляции, ребята, разыграем тикет для Diffense, но я потом так подумал, что я найду ему более правильное применение, я отдам этот тикет очень-очень хорошему человеку и, ну, очень неплохо комментирующему человеку, с которым я довольно давно знаком, и, может быть, мы будем трансляции с Diffense вести вместе, когда ему будет это удаваться, да, то есть у него будет время и так далее. Может быть, вдвоем постримим этот Diffense. Хаоса берет Габлак, естественно, и ТХД, вполне реально взять ТХД. Если Габлак сейчас это сделает, я, ну, он просто меня не удивит, я просто скажу вам, ребята, я вам говорил, если Габлак возьмет ТХД. Но не факт, не факт, конечно, ну, Квапу у Квапу берет, не совсем то, что я думал, но, может быть, мы еще ТХД увидим. Квапа здесь будет являться, скорее всего, медовым героем, скандал будет играть. И, знаете, вот противостояние Темпларки и Квапы, это всегда интересно смотреть, это всегда интересно смотреть, потому что там выигрывает, в принципе, вот тот, кто, у кого действительно есть руки прямые, да, вот, очень часто, например, там, может быть, в Миду герой посильнее, да, там, не знаю, вот, там, иногда Дарксира ставят, да, в Мид или там, ну, я не знаю. Конечно, такое редко бывает, в Кэптанзмоде мы такого, наверное, никогда не увидим, чтобы, например, ну, пусть, ну, Дестроер стоял против Магнуса в Миду, он же вообще там ничего не сделает, действительно, Магнус ничего не сделает в Миду. Но, вот, потому что, ну, Дестро это слишком такая прямая, контракт нему на этой линии. А здесь, действительно, все будет очень много зависеть, то есть, как Темпларка, сможет она и выйдить Нокса, не сможет, там, прокачает она этот, что она на первом левеле прокачает, все это всегда интересно наблюдать. Что это за пик такой? Совсем оборзели ХВА, ну, можно их и ХВА называть, шарикой не забанили, но они решили забанить более страшных героев, на мой взгляд. Вот, Бэтрайдер, не знаю, очень неудобно с ним играть, да, сами ХВАшники тоже тут, конечно, пикнули. Лайфстилер, лайфстилер. Ну, вообще, естественно, у Эмпайр мне больше пик нравится, потому что в исполнении Blow Your Brain'а, Хаус Найт, это одно из самых красивейших явлений второй доты, наверное, я вот даже так бы сказал. Ну, очень, очень красиво, конечно, Блава на нем играет. У него колоссальный опыт на этом герое, сколько с ним общался, он говорит, Габлак задолбал уже пикать этого героя. Ну, а что делать? Побеждать-то надо, надо завоевывать все новые и новые вершины, вот, поэтому, поэтому только Хаус Найт, только Хардкор, как говорится. Банить, кого банить надо? У этих ребят, в принципе, реализован, как бы, реализован Хардлейн, да, Дарксиром, реализован Мид, Темпларка и Лайфстилер для свободной линии. Не хватает, в принципе, какого-то саппорта на линии и желательно лесного героя для кингстоновской команды. Чего банит Габлак? Габлак банит саппортов, да, вот, Рубика банит, Рубика, Дисраптора и еще вот последний, собственно, бан, да, тоже, я думаю, какой-то саппортящий герой будет в любом случае, но, возможно, лесной, ну, Шедоу Демон, да. Ясно, понятно. А вот этим ребятам неплохо было бы Харду какую-то забанить. Вот, посмотрите, БХ убрали, да, кингстоновские ребята, и еще могут один Хардлейн убрать. Ну, ВРочку. Габлак тоже любит ВРочку пикать для Сайлента. Он тоже, вот, я как-то говорил, по-моему, стандартный пик команды Team Empire. Да, это Висп, Хаос Найт, Темпларка, ТХД и ВРка. Вот, что-то, ну, может быть, там БХ где-то, ну, видите, ВРку банят, ну, естественно. Естественно. Может быть, Адский Лейт. Ну, давайте мы сейчас не будем говорить про Адский Лейт, потому что тут, в принципе, тут, в принципе, и у Empire тоже Лейт неплохой. Чена берут, имперцы, героя для триплы на боте Висп, Хаос. Чен вполне неплохо смотрится, сказал бы я, но Хардлайн тогда какой-то нужно придумать. Какой-то нужно придумать. И что же сделает Габлак? Вот, не хватает какой-нибудь, блин, табличку бы такую высветить. Какие герои еще в пуле есть? Габлака-то там все это видно, что он там, что он там пикает, что он там Лина, Леон, ну, а как они будут стоять в Харду, ребят? Ну, если только знаете что? Если только Квапа будет стоять Хардлайн, Хаос с Виспом будут стоять Мид, Чен будет стоять в лесу в своем и какой-то плюс один там тоже там для скандала, например, на Фрилайне. Да, такое тоже может быть, может быть, не стоит исключать. Но мне все-таки кажется, что Габлак здесь задумал какую-то, ну, что-то подефолтнее, да, не что-то такое хитро выдуманное. Вряд ли, вряд ли. Профит, естественно, для Сайлента берут Профита, стоит, стоит он Харду вроде бы, ну, не так хорошо, как БХ, не так хорошо, как Дарксир, не так хорошо, как ВРочка и прочие, прочие, прочие. Лично, не знаю, лично мне очень нравится наблюдать за квас-вексовыми инвокерами на Хардлайне. Вот это действительно интересные ребята, я как-то видел на ЦМах, как поигрывают, поигрывают профессиональные игроки. Ну, он, на мой взгляд, и стоит, может быть, даже получше. Ну, в общем, ладно, увидим, как отыграет Сайлент. Многие считают то, что матч этот очень легкий для Эмпайр, что должны они здесь победить безоговорочно. Кто такие HWA, я понятия не имею, я понятия не имею. Ну, раз они попали на дефенс, раз они что-то тут, значит, играют, да, собрались, команда, спонсор вон у них есть. Ну, я предполагаю, что они какую-то борьбу, ну, хоть должны, ну, хоть должны, хоть какую-то борьбу навязать. Ну, насколько мне известно, это BO1, поэтому права на ошибку ни у одной из команд не имеет. Поэтому надо побеждать сразу, быстро, дерзко. Ой-ой-ой, я тут что-то позабыл, все, давно-давно не стримил, надо камеру, акселерацию здесь убрать, чтобы все это плавно передвигалось. Отличненько. Исключительно замечательно. Что ты думаешь о последнем патче? Я не думаю о последних патчах. Хотя, наверное, надо было бы думать о последних патчах. Чинжелоги редко считаю. У-у-у, редко. Так, запили голосовалку на Goodgame, плиз, по поводу. Кто-то из Вилата и Каспера стримит? На самом деле, я не знаю, но я видел то, что стрим Матрикса активен, и, может быть, Матрикс стримит. Ну, конечно, это неправильно на своих трансляциях рекламировать чужие. Ну, у меня привычка такая отвечать на вопрос. Я вижу вопрос, читаю, сразу же хочется на него ответить. Ведь Версут еще не стримит, не, а не стримит, наверное, он там уже где-то празднует. Вполне реально, вполне реально. Не знаю, куда делся Версута. Ну, парень очень много стримил. Я считаю, что он там чуть ли не каждый, да ладно, чуть ли, но там вообще, по-моему, каждый день стримит, потеет. Не знаю, как, как кто. Я бы на его месте тоже бы сказал, пьутай, да ну нафиг, пойду, не знаю, водки выпью. Ну, хотя, конечно, вот купить это не отдых, друзья. Вот купить это тяжелый и непосильный труд. Так, ну что, все мы, значит, знаем. Да, скандал к вопой, габла к ченам, блава хаус найтам, фаник на виспе и Сайлант куда-то отошел. И, видимо, поэтому имперцы паузят игру. Кстати говоря, именно так. Так, вот подошел Сайлант, забрал своего Фуриона. Что такое? Турки играют вместе давно, особо ничего не добивались, но играют постоянно турниры типа Госулиги и прочих. Третий эшелон Европы. Ван Форсик зашел в чат и просто разъяснил всю ситуацию. Спасибо большое. Информативно, емко. Все как всегда, все как я люблю. Сайлант прокачивает у нас пеньков, конечно же. Пеньков как-то, может быть, там отпуливать, что-то, может быть, ими делать такое хитрое. Так, габлак со смокой с синими вардами. Хаус пошел на бот. Ну, в принципе, все стандартно. Чего? Ничего нового, друзья, мы не видим с вами. Ничего нового не видим. Аппарат. Вот аппарат интересный, конечно, герой. Энигма. Очень люблю Энигму. Очень люблю всякие Блэкхоллы, Реведжи. Там, не знаю, купола золотые и не очень золотые. Сколько уже этих роликов на Ютубе, не знаю. Я надо было бы подписаться, последить. Так. Открываем после стрима шампусик. Не, я тут договорился с друзьями съездить в магазин, потому что, ребят, это просто вилы. Я не знаю. Я сегодня пришел. У меня адский день был. Я хотел сегодня все купить. Там фрукты, там шампанское, что-то еще. Там гостей позвать. Справить как-то Новый год. Но нифига подобного. Я пришел в магазин, естественно, никаких там ни корзинок, нифига. Стоишь как дурак. В очереди потом из рук все вываливается. Стоял в очереди. Ну, что там, успел ухватить, то ухватил. Плеер разрядился в этот момент по радио. Начинает играть Верка Сердючка. Я думал, что я не переживу этот Новый год. Но, слава богу, я здесь и смотрю эту игру. Поэтому после этой трансляции надо будет еще доделать некоторые дела. Потом пообщаемся, кто как справил. Расскажите мне ваши похождения. Я-то не знаю. Я-то 1 января, наверное, на лыжах поеду кататься. Вот такой у меня будет Новый год. Энигма будет делать идолошек с бота, естественно. Ну, вообще могла бы и с медули сделать идолонов, да. То есть и с меда тоже. Ну, решила немножечко помочь, наверное, Дарксиру. Потому что, ну, как-то... Ну, что, хардлайн же все-таки надо с хардлайна делать. Сейчас милишного кре... Рэнжового. Рэнжового крепочка съедает Энигма все-таки. Руна дабл дэмэджа. Довольно неплохая руна. То есть Фанник сейчас эту руну подбирает. И будет вот этого парня гонять, чтобы он там экспу не получал. Да, харасить его. Он как бы со щитком. И, по идее, мог бы там, может быть, Фаннику... Там что-нибудь объяснить с этим Ион Шилом. Там в упор как-то подбежать. Там постараться его. Ну, вот посмотрите, Фанник с дабл дэмэджем заходит, да. Ага, сейчас парень хоп, а тычку сразу получает. И понимает Дарксир, что лучше здесь, конечно, не бороться. А темпларка... Сейчас, по-моему, вообще у всех такой наряд темпларочки имеется. Ну, конечно, что не говорил. И вот это, наверное, единственная причесочка у темпларки, которая вообще удалась команде Valve. Все остальные, они все... Что на VR-ку, что на траксу, это просто такие убогие вещи. Кормит Ноксами скандал. Естественно, кормит Ноксами. Но темпларке главное дожить до второго левела и получить сейчас боттл, чтобы как-то его пообузить там, да. На топе Сайлент. У него здесь вард. И, ну, он как бы не особо боится, честно говоря. То есть он довольно дерзко так, ну, довольно брызко к крипам стоит, да. Тут ласт хитит, вот пытается его сейчас убить. Сайлент, возможно, встрянет, начинает в него вгрызаться. Замерзнет или нет, замерзает. Сайлент убьет ведь. Ой-ой-ой, убьет. Хорошо, ФБ делают дайр. И достается дополнительное золото аппарату сейчас. Что это означает? Дополнительное золото аппарата. Это сразу вот этот вот летающий ослик, который, да, там какие-то дополнительные варды. Ну, приятно, приятно просто сорвать ФБ. Но что делает Templar? Она прокачивает пси-блейдс. То есть не мелд, не мелд. Насколько я смотрел за игрой Дэнди, играть против Квапы надо именно через мелд. Потому что надо стараться уворачиваться от кинжала, да, который Квапа будет прокачивать. Посмотрите, Скандал даже не качает вот на двоечку, да, то есть кинжал он, то есть на разулю его вкачал и все, у него зашибись. Он там закидывает ног, самек, так руна где рессается. Руна на боте, это иллюзии. Никто пока что образцового контроля руны не показывает. Ой, Скандал, ой, опасность. Ой-ой-ой-ой-ой, да ла... Ох ты ж, ежик. Вот тебе и отсутствие мелда. Вот тебе и вкачанный пси-блейд. Немножко ошибается Скандал, прошивает его через скрипа сейчас с Templar. Так, возможно, ну, чуть-чуть другой бы угол выбрал, да, выжил бы, скорее всего. Эх, эх, эх. 2-0, 2-0. Ну, по крайней мере, если честно, я даже, наверное, немного рад, что такое происходит, потому что, ну, слишком... На всех сайтах просто, где есть этот матч, куча вообще таких комментариев негативных, да, в сторону этого матча, что, ну, блин, ну, как тут Empire могут проиграть, но они 100% выиграют. Ну, и тут такое начало. Интрижка, друзья, интрижка. Ну, тут скандал уже с Ботлом, да, кстати говоря, как и Templar. Основное противостояние здесь на Миду будет, поэтому, я думаю, здесь надо больше смотреть. Тут идёт всё-таки вот эти вот микро-моменты. Шмотки делают не Valve, а люди в мастерской. А тут, кстати, пролетает, только я отвернулся немножко на чатик, подходит FANIC. Слушай, тут Gablack и Silent, ну, убили. Хотя бы так, хотя бы так. Но всё равно, Valve уже эти девайсы, может, они и не делают, но, по крайней мере, они их аппрувят. И, честно говоря, я не очень доволен. Они все слишком какие-то слабые вот эти вот прически там для той же Templar. Ну, вот это вот единственное, наверное, нормально. Вот, даже это плохая, это даже плохая. Вот у неё была другая. Вот эта вот, она убогая, на мой взгляд. Ну, и для VR-ки тоже, там, для траксы, как я говорил. Парад третьего левела. Лайфстиллер. Лайфстиллер пятого. Лайфстиллер пятого. И готовится собирать Мидас потихонечку. Скандал в Ботле. Руны Иллюзии. Можно там, позбивать рефракшн. Смотрите, Templar начинает уже... Ой-ой-ой, а больно ведь? А больно ведь? Кричит, скандал, уходит блинком. Потратил немного маны. Ну, в целом покосал. Покосал Templar, правда. Закончится действие Даггера. И Shadow Strike это называется, кстати. Ну, у меня такая олдскульная привычка Ноксом называть вот такие скиллы. Я хотя в доту вторую относительно недавно комментирую, но играл. Играл в детстве. Ну, как в детстве. Когда, ну, там, школа ло, тролололо. Там уроки прогуливали. В компьютерных клубах играли в первую доту. Оттуда все эти названия. Услышал, услышал. Так. Ну, и засело просто в память. Балаваток, что, кстати, будет собирать с первым айтемом? Интересно, надо бы посмотреть. Ломается первая вышка. Ломается первая мышка. Вышка. Готовый Мидас у Лайфстилера на 4.50, да? Чувствуете? То есть не самый, не самый поздний. Я бы даже сказал, один из довольно ранних Мидасов обычно его собирает. Ну, тоже где-то 5.30, там, да? Так, скандал. Неужели умрет? Ловушку, трэпу ставят и тычечку. Тычечку. Еще тычечку даст. Скандал умирает уже два раза. Темпларка стоит без мелда. Ей, в принципе, все равно. 4 рефракшна. Плюсики, видимо, да? Плюсики прокачала темпларка. На единичку пси-блейд. Ну, ей седьмого левела. Естественно, трэпа есть. Угу. Надо бы спросить у кого-нибудь, действительно ли это БО-1. Потому что, ну, вроде бы говорили... Ну, на Старладере БО-1. Может быть, я Диффенс со Старладером путаю. Но вроде бы на Диффенсе тоже БО-1 должно играться. Может быть, ребята, которые в чате сидят, кто-то шарит, расскажут мне. Я-то вот первую игру с этого Диффенса смотрю. Скандал подходит. Че там? Фаза готовая. Темпларки. Сейчас он фокусит. Скандала. Скандала. Ну, блинки есть. Его как бы фокуси, не фокуси. Просто накосить. Руна. Руна на боте. А в какой-то степени везет имперской команде. Потому что, ну, тут на топ у нас уже аппарат такой пришел в предвкушении руны какой-то. Так, Ахаус. Ой, убили. Да ладно, убили. Габлак-то тут оказался, кстати, видимо, подстанели. Скоро у Фанника шестой левел. Вот тогда и посмотрим, какие там релокейты будут, какие. Да-да, БО1. Все верно, все верно. Квапа забирает руну инвизы. Реализовать ее, конечно, сейчас как руну имеется в виду. То есть в инвизе куда-то там тайком. Ну, знаете, такие бывают моменты, особенно в начале матча. То есть, например, стоит всего лишь один вард на руне. Да, то есть у команды. Один вард стоит где-нибудь там в чужом лесу. Там, да, другой там может быть на руне. Ну, или еще где-то там может быть вард быть поставлен на лайне. Вот. И команда видит в целом только, так сказать, один респаун руны. То есть, так сказать, подходит там шестая или какая-то минута. Там может быть четвертая, какая угодно, кратная двум. Должна рестаться руна. Одна из команд не видит, какая рестаться руна, но они знают, что она на другой. Да, на другом респе появилась. Поэтому, и если это инвиза, они как бы могут не предположить, что это инвиза. Короче говоря, таким образом, столько гангов я смотрел где-то на четвертой минуте. Да, чтобы просто человек берет руну инвиза, там с бота, например, там саппорт какой-то приходит на мид и тупо убивает. Скандал здесь, ну не знаю, получится ли у него это сделать. Тут лайфстилер, у него просто, он замаксил тут черного. И у него как бы ульта есть, его рифтуют. Сразу же черного прожимает. Скандал не спешит выходить из невидимости. Вгрызается Найкс в Blow Your Brain и ультует, ультует Габлак, но прячется. Прячется жулик, крипов какого-то, возможно, даже Фурионовского. Подходит Дарксир, начинает он шелом, очень жестко кочет. Коцет Сайлента, стяжечка, сбивает Сайленту, телепорт ультит. Скандал очень вовремя. Убивает он Дарксир и убивает здесь еще Найкса. Отличная работа Эмпайр. Подходит Фуаникс Релокейта. Можно попытаться убить еще аппарата. Энигма просто она плотная и довольно далеко уходит. А, аппарат бежит, по-моему, не на тот респаун. Немножко перепутал парень респы. Ну, вообще, ничего не перепутал, просто я такой очень толстый тролль. Старался убегать, там по другой траектории было тяжеловато убегать. Ну, Сайлент должен здесь жить, на мой взгляд. Вот так вот себя спрятал парень. Вот это, кстати, Сайлент зря сделал, по-моему. Вот это, по-моему, он сделал действительно зря, потому что... А, ну тут еще Тампларка с хостой, ну забей тогда. Ну что, 6-6. Самое время посмотреть графики. Что тут? Немножечко, немножечко Дайр выигрывают в золоте. И, наверное... Нет, смотрите, Имперцы в ХП выигрывают. Имперцы выигрывают в ХП. Мидас у Лайфстиллера, 8-го левела упала одна вышка. У Импайр, ну на боте, наверное, тут, может быть, сейчас постарается зафокусить. Просто тут под Ионшеллом-то фокусить не очень круто, да? Покажи, что там покажи, Куру Имперцев. Сейчас покажу, давайте посмотрим, что там на миду. Скандал. Ой-ой-ой, скандал, скандал терпит, скандал, блинка-то нету, кричит. Убивают все-таки Темпларку. Втроем здесь Энигма подходит. У Энигма есть Блэк Холл, но нету маны. Но есть Соул Ринг. Так что в целом, в общем и целом, можно утверждать то, что Энигма вполне способна показать, насколько черная дыра. Ладно. Блэк Холл скастить может, короче говоря. Тут надо смотреть на Габлака, который играет Ченом. У него ульт через 26 секунд скэдэшится, да? Откатится, зарядится, как вам угодно. Кура у Имперцев. Ну, я думал, там какая-то особенная. Вы меня прям так заинтриговали. Обыкновенный какой-то... Жадный, жадный Гривл написано. Жадный Гривл. Очень жадный. Просто у Нави же есть свой Курьер. Я думал, может быть, там у Ультим Импайр тоже есть Курьер. Но нифига подобного. Скандал. Но должен жить. Байсит, смотрите. Хорошо ультует Габлак. Получает там плюху, конечно, скандал. Опа, пульт аппарата тут еще пролетел так. Кстати говоря, Operation против Чена, да? Operation против Чена. Можно рассматривать это как какую-то контру. Вполне можно. Потому что, ну, Teamfight, да? Чисто теоретически. Представьте себе Блэк Холл. Представьте себе четырех игроков команды Импайр, которые в этот Блэк Холл попадают. В них, естественно, в четверых во всех, а может быть, даже в пятерых, влетая от ультаппарата. И Чен, ну, собственно, становится, ну, какое-то время бесполезным героем абсолютно. Потому что, ну, там, ближе к Лейту где-то, да? Что там ультануть как-то, подсейвить. Ну, не может, не может. Ультаппарата не дает как-то выхилиться, вылечиться там. И так далее и тому подобное. Квопа! Что тут у нас? Давайте посмотрим, кто что собрал. Сайлант. Ой, опять терпит. Ну, просто телепорт делает. А если стан, стан, стан подбегал. Ну, по-моему, релокейт. Тут сюда делает фаник вместе с Блавой. Три секунды стана получает Энигма. Умирает, телепортится. Под черным лайфстилер. Пролетает ультаппарат. Хлобысь. Ну, задевает он, по-моему, только. Нет, кстати. Виспа тоже задевает. Вообще, Виспа-то, вот, моделька у него немножко неудачная. Ну, как неудачная. Просто, когда Висп в инвизе, например, Висп под какими-то дебафами, он как светится ярко вот таким вот. Так, ну, не понять. Например, Виспа в инвизе от Виспа, который не в инвизе, не так просто отличить какого-то другого героя. Да, и если только там в статус посмотреть, вот здесь вот. Ну, может, это я один такой слепой. Сайланд отправляется на бот и тут дофармливает остатки, которые пропушились немножко от линии. От Дарксира. В Испании понять, где перед, где зад. Ну, тоже, кстати, да, вот, например, там, Форста... Опа, опа, квапу! О, пьуты, квапу! Квапа у нас далековато на топе. Все-таки Темпларка выживает. Рефракшн позволил ей сыведить огромное количество урона здесь, который влили имперцы. Квапа забирает руну ДД. Слушай, проживает... Слушай, драку что ли буду делать? Ой, драка! Ой-ой-ой, Энигма над... Ой, сейчас будет жесть. Ой, вгрызается по черным. Фантазм юзает Блоу Йо Брейн. Рифтует аппарата. Быстренько его надо убить. Я не вижу. Блэкхолл. Блэкхолл кажется всего лишь в одного габлокан. Сейчас Энигма должна умереть. Скандал четко не попал под Блэкхолл. И позволило это ему нанести огромное количество урона под руной дабл дэмэджа. Но, кстати говоря, надо еще отметить великолепный ультимейт габлока, который он успел скасить, имея на руках всего лишь там, не знаю, 40 или 50 хп у него было. Но это минус 5, друзья. Это минус 5. Несмотря на качественное начало, HWA проигрывает сейчас драку в пятером. Тем самым позволяя вражеской команде получить огромное, ну, по этой минуте не огромное, но очень хорошее преимущество по золоту экспе. И таким образом сейчас получить инициативу в этом матче. Выбить инициативу будет крайне сложно. Почему? Потому что есть релокейты. С релокейтами Блава и Фаник могут держать ситуацию стабильно под контролем. Продает крипа лайфстилер, но как бы не получил он за это по лицу, жмет черного, чтобы стан не скинули. Ну, все верно. В целом все верно. Че там насобирали? Чен с арканой. Фаник с урной. Хаос, барабанщик и два куска голды имеет. Интересно, на что же он там копит. Сайлент еще тоже такой пассажир, да? Вроде бы там драка, вроде бы что-то борьба, но он там сидит и пушит. Фурен. Такой, такой, такой герой. Посплит пушить может как следует. Ну, убили сейчас. Сайлента немножко неосторожно сыграл. Есть ли телепорты? Надо посмотреть. Тут есть, тут есть. У темпларочки тоже есть. Слушайте, ну тут, если, конечно, захотят. Если HWA захотят, то они вполне могут попытаться. Не говорю, что смогут одефить. Они могут попытаться одефить свою Т1-вышку. Жмут глиф имперция. И мне кажется, что там на топе-то драться... Ну, там, казалось бы, всего три человека. Ульту, каблака, в КД. Может быть и стоило. Может быть и стоило. Сейчас просто поражать телепорты и всех здесь просто поубивать. Ну, не поубивать, по крайней мере, разменяться. Но бегут дальше. Бегут дальше. Скандал будет стараться как-то сдерживать весь этот натиск. Ой, слушайте, тут... Нет, это, кстати, неприкольный анонсер. Я забываю, надо проверять анонсера вначале. Но тут неприкольный. Четыре секунды стана. Темпларка может умереть. И умрёт. Темпларка, она, правда, прячется в мелд. Но, мне кажется, все-таки должны ее расковырять сейчас. Нажмет рефракшн, пытается уйти. Получает рифт. Две секунды стана. Под рефракшном, конечно, там, дэмэдж какой-то не получает. Но, тем не менее, минус два имперцы делают. И чё? Ну, вот это вот минус, вот это вышка точно. Смотрите, телепорт от Сайлента. Здесь вместе с Габлаком можно убить Энигму Кентом. Кентом, давай, дружище. Хлобысь хороший. Дубинками заковыряли быстренько. Отличный ганг. В исполнении Сайлента и Габлака не ожидал игрок на Энигме вообще такого поворота событий, что, казалось бы, вроде бы драка здесь. А тут бах, и прилетают такие пацаны и просто бьют лицо. Фаник здесь никого уже не боится. Ну да, действительно, получает преимущество имперцы и выигрывает эту игру на данный момент. Доделал Владимир, мутит армлетку Блава. Что, может развороточка какая-то тут от HWA и пытаются как-то трэпами замедлить, если релокейт. Три секунды, релокейт, не, не убьют. Не убьют сто процентов. Блава и так играет на хаоснайте, да еще и с фазами, еще и под тизером. Слушай, а вот Энигма загуляла, а Энигма огребет. Вот это неправильно было делать. А сейчас тут даже, может быть, можно подраться, если кто-то подойдет. Нет, вгрызается. Наикс юзается трэп, релокейт. Можно сделать партиицу сюда. Сайлент, что, чем-то может он помочь или нет. Разворачивается хаос. Сайлент ульты не имеет. Это 2 секунды станов, Дарксир отъезжает, он очень быстро. Наикс вместе с Темпларкой здесь вообще, ну, ничего не смогут сделать. Рифтует Темпларочку в 2 удара. Блава зарабатывает себе очередной фраг и делает стрик в 7 фрагов. Проедает Гринблейдом лайфстилер. Крепочка и отступает, отступает. Спрятает. Ааа, зажало, зажало. Зажало и расплющило пацана. Зажало и расплющило. На боте пропушить. Блин, как же тяжело. Как же тяжело. Тут на боте давят. На топе пропушат. Релокейт даже не использовали имперцы. Может быть сейчас какой-то вот как раз таки релокейт. А вот и релокейт. И Сайлент здесь. Энигма умирает сразу же. Ультит скандал. Попадает, я не вижу, по всем или нет. Но, по крайней мере, Энигме досталось ну очень много. Ну очень много. ГГ пишет. Темпларка. И, похоже, этот матч действительно оказался не очень долгим. А знаете, я немножко переживать начал за свою команду. Думал, что это там Эмпайр? Что они там не... Что-то ФБ отдали какое-то. На миду там скандал. Умер как-то нелепо. Но, в целом, исполнение, конечно же, выше. Темплей лучше. Пик, возможно, тоже лучше. Таким образом, Эмпирцы, собственно, по всем параметрам, я считаю, в этом матче побеждают. Даже 20 минут не продержались. Но, тут пик-то такой у Эмпайр особо на пуши не был сориентирован. Может быть... Ну, хотя как не был сориентирован? Фурион и Чен все-таки что-то могут пропушить. Так что, как раз-таки... Как раз-таки пропушили, ребята. Попрушили. Поп-поп-поп... Фу ты, ё-моё. Фурион и Ченг. Так. Ну что ж. За 18 минут справились. За 18 минут справились. Ну что, в принципе, в принципе, это все. Потому что больше игр сегодня не запланировано. Я вот сейчас только чатики почитаю. Последняя. Последняя, наверное, турнирная игра в этом году была, друзья, на нашей трансляции. Жалко это или нет. Ну, завтра, как-никак, 31-е. Уже пора бы отмечать. Уже пора бы отмечать. По поводу прогноза на победу, голосовалку. Блин, ну не успел, дружище. Извини. Так. В чатике у нас 25 человек. Немного. Доставай шампусик. Неа. Не достану. До завтрашнего. Никак. Просто никак. Ну что ж, друзья, на этом, наверное, закончим. Я пока все самое вкусное в магазинах не разобрали. Пойду, наверное, и потолкаюсь с бабушками, если такие еще остались, за пакетик с мандаринами. Вот. Завтра еще, я думаю, что постримлю. Постримлю немножко папчик. В целом, запись появится завтра на Ютубе. Еще раз с Новым Годом всех. Абсолютно на любых чатах. Ребят, кто нас смотрел. Кто нас смотрит. И будет смотреть. Так. Ну и, так сказать, напоследок скажу, что следующие турнирные игры начнутся где-то с 12 января. Это будет премьер лига. Там играют Empire, Dignitas, Virtus.pro и Fnatic. Вот. Четыре команды. Вот так. Ну что ж. Прощаюсь с вами. До завтра. До завтра. Прощаюсь с вами. Прощаюсь с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова